Любимое развлечение маленькой дочки жителя Самары Игоря Меньших прокатиться на трамвае. Во время одной из таких поездок Игорь заметил объявление о наборе сотрудников ТТУ и решился. С апреля он посещает учебный центр ТТУ, сейчас изучает теорию, механика, электросистемы, подвижного состава. А после будет практика на учебном трамвае. Пять месяцев обучения завершаться квалификационным экзаменом в центре. В частности, 100 вопросов нужно будет знать на зубок. Также в ГИБДД предстоит сдать на права. Потом незамедлительное трудоустройство, заключение трудового договора и стабильная работа на одном из ведущих муниципальных предприятий Самары. Решил освоить новую профессию для себя, как и водитель трамвая. Стабильность, зарплата, завершенные дни, соцпакет. После трудоустройства в ТТУ начинающему специалисту выплатят подъемные. Человек сразу получает 100 тысяч рублей, которые он может потратить полностью на свое усмотрение. Они не подразумевают какие-то целевые назначения, но он должен с нами три года отработать. Во-первых, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне. Профессия водителя трамвая, троллейбус в настоящее время набирает престиж и какое-то уважение. Заработная плата индексируется регулярно. Даже в самые тяжелые периоды пандемии, когда пассажиропоток снизился, как и выручка предприятия, выплаты сотрудникам не задерживались ни разу. А с апреля текущего года зарплаты водителей выросли на 20%. Причем новички в профессии могут рассчитывать еще и на ежемесячную доплату к зарплате. Надбавка водителям со стажем до двух лет – полторы тысячи рублей. Кондукторам со стажем до шести месяцев доплачивают тысячу рублей. Лекции для новичков, наглядное обучение проводят сотрудники ТТУ. Также приглашаются медики. Они рассказывают и показывают, как правильно оказывать первую помощь. В каждом классе центра – тренажеры. От манекена Максима до симулятора водительской кабины с актуальной системой управления. Обучение не из легких, но интересное, рассказывает начальник учебного центра Геннадий Шефер, который сам почти полвека в ТТУ. Из них 24 года был начальником Кировского трамвайного депо. Впрочем, приходилось управлять и трамваями, и троллейбусами. Профессия водителя трамвая и троллейбуса всегда в почете и всегда востребована. Городу нужен этот транспорт. Это самый экологический транспорт на земле. Что трамвай, что троллейбус. Профессия, которая останется на всю жизнь. И вы в любой момент можете воспользоваться этим. В прошлом году обучение в центре прошли 29 человек. Семь слушателей сядут за парты в мае, при этом набор продолжается. На работу в ТТУ приглашают также и кондукторов. Со старта активной рекрутинговой кампании за последние две недели ряды этих специалистов пополнили 12 человек. Мария Левина, Николай Епифанов. События.